В средние века были широко известны сказания о храбром и могучем короле английском Артуре и его сподвижниках, рыцарях круглого стола. Рыцари совершали много подвигов в борьбе с волшебниками, великанами и разными чудовищами. Эти сказания легли в основу многих средневековых поэм и романов. Из сказаний о короле Артуре пришла идея круглого стола. Круглый стол во время переговоров и совещаний обозначал и обозначает по сей день равноправие и достоинство каждого участника встречи. Вероятно, Артур действительно существовал в VI веке, но был не королем, а вождем бритов – древних жителей острова. Бриты были кельтами, которые давно, еще до Римской империи, пришли на остров из Галии и дали имя Британским островам. Артур руководил сопротивлением бритов против вторжения в Британию с континента германцев, англов и саксов. Около двух столетий сражались бриты за свою свободу, но в конце концов были либо истреблены, либо оттеснены в западные районы острова, частично превращены в зависимых людей. Часть бритов вернулись на север Галии и дали имя полуострову Британь, а на территории Британии племена англов и саксов образовали семь королевств англосаксов. Они постоянно враждовали между собой. Еще с IV века в Британию стали прибывать миссионеры – посланцы Папы Римского для распространения христианства. На острове было основано множество монастырей, но переход населения в христианство длился не одну сотню лет. В один из июньских дней 793 года обитатели монастыря на острове у северо-восточной Англии увидели в море паруса незнакомых кораблей. Суровые воины с боевыми топорами в руках напали на монастырь, ограбили его и сожгли. Одних монахов убили, других увезли в неволю. С этого времени на Британию и другие страны Европы совершали нападение норманы – люди севера, северные германцы, норвежцы, шведы, датчане. Они населяли скандинавские и ютландские полоострова, острова Северного моря и Западной Балтики. Горные хребты, густые леса, каменистые бедные почвы – все делало Скандинавию малопригодной для земледелия. Им занимались только в долинах рек. На горных пастбищах разводили скот. Жители прибрежной полосы ловили рыбу, охотились на китов и моржей. Многие скандинавы покидали родину. Они отправлялись в морские походы ради захвата добычи или плодородных земель. Участники походов называли себя викингами. Викинги выступали то, как грабители, то, как торговцы добычей, то, как наемные воины, завоеватели и переселенцы. Нападение норманов застали население Западной Европы врасплох. Завидев издали их длинные беспалубные корабли, вмещавшие до сотни человек под четырехугольным шерстяным красным или полосатым парусом, с устрашающими резными головами драконов или змей на носах, жители побережья спешили укрыться в лесах. Не успевшие спрятаться, погибали под ударами боевых топоров или их брали в плен и увозили из родных мест. Все, что нападавшие не могли забрать с собой, они сжигали. Люди в то время часто молились так. «Боже, избави нас от ярости норманов!» От отдельных нападений на побережье норманы перешли крупным походом. Их вожди устраивали стоянки в устьях больших рек. Здесь собирали силы, а затем, двигаясь вверх против течения, проникали вглубь страны. Несколько раз норманы осаждали Париж, нападали и на другие города Франции. Королям приходилось откупаться от них серебром. Норманы с востока Скандинавии, известные на Руси как Варяги, совершали походы в Восточную Европу. Они добирались до верховьев Волги и спускались по ее течению в Каспийское море, где торговали с арабами и другими народами Востока. По Днепру варяги двигались в Черное море и добирались до Константинополя. Это был путь из варяг в греки. Варяги, особенно шведы и норвежцы, нередко служили на Руси в качестве дружинников и смешивались со славянами. От одного из их предводителей, Рюрика, вели свой род князья Древней Руси – Рюриковичи. Норманы были великолепными мореходами и воинами, но, конечно, их успехи были вызваны главным образом слабостью стран Европы, раздираемых междоусобными войнами и взаимной борьбой. Выходцы из Скандинавии массами переселялись в Ирландию и Восточную Англию. Датчанам удалось захватить значительную часть Англии вместе с городом Лондоном и закрепиться там. Положение страны стало отчаянным. Возглавил борьбу англосаксов против датчан король одного из государств Альфред, которого позже назвали Великий – 871 год, 899 год. Он был образованным человеком и приглашал в Англию ученых-монахов из других стран Европы. По его указанию был составлен первый общеанглийский сборник законов. Сначала Альфред терпел от датчан поражение. Ему пришлось со своими отрядами укрываться в лесах и тайком собирать военные силы. Наряду с ополчением из крестьян Альфред создал конное войско. Для обороны от датчан он сооружал крепости, строил морской флот, чтобы защитить от врагов побережье. Альфреду удалось отбросить датчан за реку Темзю, освободив Лондон. При преемниках Альфреда англосаксы подчинили себе местных датчан, и Англия объединилась в единое государство. Но англичане были вынуждены еще долгие годы платить норманам дань золотом и серебром, так называемые датские деньги. В IX-XI веках в скандинавских странах образовались королевства – Дания, Швеция, Норвегия. Но еще долго королям пришлось укращать мятежную знать. В начале X века одному из отрядов норманов удалось закрепиться на севере Франции. Занятая ими территория стала называться Герцогством Нормандии. Теперь уже выходцы из Нормандии начали совершать плавания в Средиземном море. Их предводители, завоевав южную часть Италии и Сицилию, объединили их в единое Сицилийское королевство. Как и многие завоеватели, норманы со временем, оседая на новых землях, прекращали грабежи и разбои, превращались в мирных людей, начинали заниматься торговлей и пользоваться благами европейской культуры. Воины-норманы приняли христианскую веру и смешались с местными жителями. С XI века походы норманов в другие страны прекратились. Европейские государства уже могли дать им отпор.